Всем привет, с вами Андрей, и я в помещении, в котором крайне хреновый звук. Сегодня мы попробуем исправить эту ситуацию с помощью акустического поролона, который нам предоставила компания Echo Design. В процессе установки поролона на эти стены мы сделаем еще несколько съемок с контрольной записью звука, чтобы наглядно показать, как меняется звук в помещении в процессе установки поролона и зачем вообще это нужно. Ты просто ходишь. Немного хотелений, чтобы было слышно, как прекрасно в этом помещении вообще слышно все, что происходит. Мы проделали примерно половину работы, которая у нас запланирована под это помещение. Мы заклеили одну стену, и здесь уже стало гораздо лучше, однако все еще при хлопке слышно гуляющее эхо от оставшихся стен и потолка. Собственно, мы проделали всю работу, которую мы собирались сделать с этим помещением. Мы использовали панели Puzzle и панели Pro из серии квадратных поролоновых панелей компании Echo Design. Подробно о том, какая стояла задача и как вообще протекал весь этот процесс, вы можете посмотреть на канале Godlike Machine. В конце, в аннотации, будет ссылка на видео полная про весь этот процесс. А теперь давайте отключемся от всего этого экшена и поговорим о более общих вопросах. С точки зрения большой науки, у нас здесь задействовано три процесса. Во-первых, это поглощение звука мягким материалом. Во-вторых, это повторное попадание отраженного звука на поглощающую поверхность. И в-третьих, это интерференция, превращающая часть отраженного звука непосредственно в тепло. Из этого всего вытекает часть ответа на следующий вопрос. Здесь все тоже просто. Основная толщина материала определяет первичное поглощение, а его форма – количество повторных попаданий на поглощающую поверхность, а также интерференционную картину. Самой эффективной формой с точки зрения полного поглощения являются пирамидки. От их высоты зависит то, насколько широкий диапазон частот, а точнее длин волн, эти пирамидки могут уничтожать. Я не буду рассказывать всю математику, но отмечу лишь то, что высота пирамидки должна быть соизмерима с четвертью длинной волны, которую вы хотите эффективно поглощать. И зная скорость звука в воздухе, вы успешно можете рассчитать частотный диапазон ваших пирамидок. Чтобы более детально погрузиться в вопрос того, какие конкретно материалы вам подходят, вы можете просто посетить сайт компании Echo Design. Во время сертификации ребята промерили все частотные характеристики своих материалов, и они любезно предоставили графики в карточках товаров. Важно понимать, что если мы говорим об управлении акустикой помещения с точки зрения музыки, а не с точки зрения создания исследовательской лаборатории, то важно не переборщить и не превратить свою студию или реабилитационную точку в какой-то недоделанный аналог безэховой камеры, в которой не звучат инструменты. Обычно же задачи, которые решаются с использованием этих акустических материалов, это устранение лишней реверберации, а также устранение образования стоячих волн. И в целом превращение акустической обстановки в помещении в более предсказуемую, более ровную по частотной характеристике и в целом более приятную уху. Также рекомендую обратить свое внимание на деревянные диффузоры компании Echo Design. Они производят как большие экраны, так и всевозможные мелкие приблуды для их креплений, подвижности, шредеровские диффузоры, и все это они делают в пикере, и все это они делают из дерева. В целом я не буду сейчас распространяться о том, что же конкретно делают диффузоры, скажу только, что это еще один тип девайсов, который очень хорошо помогает прогнозируемо исправить акустику в помещении. Да, сейчас это все звучит как рекомендация тем, кто уже знает, что это такое, пойти просто заценить ассортимент, но все-таки проблема больше в том, что тема заслуживающая отдельного видео, и мне остается только надеяться, что я смогу урвать в компании Echo Design образцы и это отдельное видео для вас снять. Спасибо за то, что посмотрели это видео, надеюсь оно было для вас полезным, пока! Субтитры сделал DimaTorzok